Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Здравствуйте, друзья! 14 часов 4 минуты московское время. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ, программа «Лучшее в стране». Мы приглашаем в эту программу лучших в своей области, и сегодняшний день не исключение. Итак, Юлия Егорова. Роман Шахов. И сегодня у нас будет просто выдающийся разговор. Журналист, сценарист, редактор, преподаватель сити-класса Мария Григорян. Ваши аплодисменты. Добрый день. Очень приятно. Добрый день. Ну что ж, мы очень-очень-очень долго ждали этого момента. Когда же, когда же, когда же, я знаю, что и многие люди просили вас и сити-класс в целом организовать такие мастер-классы, новые темы у вас появляются. И я прямо сейчас, наверное, оглашу, собственно, да? Давай, конечно, интересно. Ох, имидж и репутация в соцсети, а также любовь в соцсети. Во-первых, удивительно, что до сих пор их не было, и, наконец, вот они у вас появились. Да. Давайте начнем с самого начала. Что будет представлять собой этот мастер-класс? Ну, это, конечно, разговор очень конкретный. Разговор о том, как создать свой образ. И образ не искусственный, а образ естественный. Но всегда же зависит от того, как надо прежде всего начать с того, какую задачу мы решаем. Потому что имидж или образ, их может быть несколько, и все зависит от того, что вы хотите. То есть можно создать искусственный образ и в нем какое-то время просуществовать, а можно в естественном своем образе. Но второе, наверное, выгоднее, правильно? Ну, опять же, какую задачу мы решаем. А какие задачи решают, Мария? Ну, предположим, человек хочет построить карьеру, да, или женщина хочет выйти замуж, или кто-то хочет, наконец, отдохнуть от всего и вернуться в свое естественное состояние, отправиться там на пляж и жить на пляже и играть на фортепиано. Подождите, сейчас многие наши слушатели и телезрители, наверное, думают, а при чем здесь моя социальная сеть и, вообще, мой аккаунт? Именно надо понимать о том, что ваш аккаунт, он и отражает ваше лицо, он отражает ваши задачи и то, что вы хотите непосредственно. У нас просто, знаете, многие думают, вот, Роман, Мария, что, ну, я же не звезда, это пусть и у звезд там он что-то отражает, а я причем, ну, там, скромненький человек, для своих друзей, знакомых веду свою страничку. Ну, страничка, прежде всего, чтобы существовать, надо есть, правильно? Чтобы есть, надо работать. Чтобы работать, надо периодически эту работу менять, чтобы получить больше денег, и даже чтобы вести страничку, надо вообще-то быть в хорошем, даже в физическом состоянии, а все это требует твоей активности определенной. И социальная вот эта страничка твоя, это не то, что ты там встал, умылся, расчесался, это все требует работы. И мне все время хочется сказать, что любое нажатие кнопки, оно всегда остается в памяти, вот, в памяти электронных сетей, потому что каждый раз, когда мы заходим в сеть, мы туда посылаем сигнал, как бы, знаете, вот мальчик с пальчиком, он шел, бросал камушки. И каждый наш заход в сеть, это как бы мы бросили камушек. Стереть это уже потом невозможно. Стереть это невозможно. И люди платят, люди высокопоставленные, платят очень большие деньги для того, чтобы кто-то как-то куда-то вошел, и это уничтожил. Но количество перепостов, мгновенных, может быть столько, что устереть это уже все никогда нельзя. А рукописи не горят, говорят интернет-пираты. Ну, может, конечно, рукописи не горят, и они действительно, да, не горят. Ой, вы знаете, я вот прямо как в воду глядела, когда решила не размещать фотографии своего сына в соцсетях. Молодец. Мария Григорян сегодня в гостях от телерадиоканала «Страна.ФМ». Дорогие друзья, преподаватель сети-класса. Когда же Мария будет в сети-классе работать? 17 октября «Имидж и репутация в социальных сетях». 19 ноября «Любовь в соцсетях от Адая». Но у нас есть возможность с Романом Шаховым первым-первым услышать о том, чему можно будет научиться на мастер-классах. Мария, вот вы говорите, что расскажете, что надо и что не надо размещать в сети. Давайте начнем с самого начала, потому что очень многие в сети размещают, например, детей своих. Надо или не надо? Ребенок потом вырастет, скажет, а зачем я здесь голый был? Я не понял, да? Да, я согласна с тем, что жизнь человека — это его выбор, что ему говорить о себе, что ему писать о себе в человека в сознательном возрасте. И, например, я считаю, что если я начну размещать фотографии своего мужа, вот он так, вот он и так, или своих детей, это все-таки посягательство на их личную жизнь. Точно так же. И мне не понравится. Они скажут, вот мы, наша мама, так прекрасно выглядит, сидит с подругами в кафе. Ну, это мое право решать, хочу я разместить свои фотографии или нет. И маленький ребенок, конечно, у него не спросишь, ты там, согласен ты или не согласен. И вот это право родителей распоряжаться его жизнью, оно неверно. Ты обязан его накормить, напоить, но взять его фотографию в обнаженном виде и поместить в интернет. А вот мы купаемся. Да, вот мы купаемся, а вот мы кушаем, весь грязный слюнявничек, или вот я весь улыбаюсь, у меня нет зубов. А теперь представьте, что это ребенок вырастает, да, он умный, он воспитанный, у него прекрасное образование. Губернатор области, да. Да, он становится, он хочет баллотироваться в президенты даже, скажем, да, в губернатор области. А вот мы нашли фотографию. И вот тут его фотографии. Где купаемся. Вот его купают, да, вот он такой кругленький, хорошенький, вот он весь. По сути дела... В общем, мы поняли, да, если вы, друзья, растите губернатора, может быть, крупного бизнесмена или какой-нибудь суперзвезду, тогда не делайте этого, не делайте. В любом случае, ребенка и мужа, вот мы купаемся, да. Мы не выставляем, не выкладываем. Что еще категорически нельзя выставлять? Ну, опять же, посмотрите, что если вы хотите, предположим, ваш муж куда-то отправился отдыхать, и вы понимаете, что ваша это последняя встреча с мужем, то здесь уже, мне кажется, можно как-то и посвободнее быть, и использовать. Вот что я хочу сказать, ведь интернет — это орудие, это орудие вашего влияния на мир, как на весь мир, так и на свою судьбу в частности, и на судьбу своих родных. И вот если взять молоток, предположим, начать им заколачивать там гвоздики, прекрасно, но молотком можно заколачивать себе и пальцы, что совершенно неверно. Вот так же интернет, его можно использовать себе во благо, и во благо человечества, а можно с помощью интернета вредить. Как же мы вредим себе с помощью интернета, Мария? Ну, вот очень простые пути навредить, они всегда очень просты. Ломать не строить, да. Да, ломать не строить. Вот, предположим, ведь компьютер — это очень умная система, всё хранит, всё там анализирует, и банки, вот, предположим, там человек приходит в банк и говорит, хочу взять кредит. Ему говорят, да, конечно, оставьте документы, мы рассмотрим вашу заявку. Что сделать легче всего? Это войти в сеть этого человека, да, на его страницу, и посмотреть. Например, его друзей. Пах, а он везде выпивает. Он везде выпивает, да, у него машина плохая, он с этой машины в развязанной позе, в каких-то там штанах странных. Смысл давать ему кредит, потому что вероятность невозврата кредита очень большая. Но точно так же, если поставить себе, проанализировав своих, выбрать себе в друзья людей состоявшихся, то понятно, что ты... А, то есть нужно ещё следить за тем, кто у тебя в друзьях и чью заявку в друзья ты одобряешь или не одобряешь? Да, всё надо делать, всё надо делать осознанно. Вот мне всё время хочется привести примет с метрополитена. Давайте мы его приведём с вами, Мария, чуть позже. Давай. Сейчас послушаем замечательную ударную песню в исполнении группы «Ленинград», и обязательно вернёмся к нашим интереснейшим разговорам. Лучшее в стране. Друзья, имидж и репутация в социальных сетях. Наши гости знают об этом всё. Итак, Мария Григорян сегодня на телерадиоканале «Страна.ФМ». Мы говорим об этом и, собственно, узнаём у эксперта, как же этим пользоваться. Мария, вы обещали привести какой-то любопытный пример с метрополитеном перед песенкой. Приведите его, пожалуйста. Очень всё просто. Когда вы хотите что-то разместить на своей странице, вы выходите в бесконечно огромную аудиторию, в которой нет никакой интимности, на самом деле не соблюдается, нет никаких правил, которые бы там действовали. Ну а вот представьте себе, что вы выходите не к 30% населения всей Земли одновременно, да, как бы вы этого не понимаете, когда открываете свою страницу, а вы просто входите в метрополитен, метрополитен, положим, киевская, спускаетесь. И вот вы говорите, вот это мой ребёнок, голышок. И все тысячи, миллионы людей на него смотрят, да? Или вы говорите, вот это мой билет. Вот фотография, скажем, пошла, да? Или вот это купила себе новое бельё розового цвета, смотрите. Да. И вы представьте выражение лиц людей, которые, они не понимают даже, что вы хотите сказать. Ну, подруга скажет, да, в сети скажет, ой, какое крутое бельё. Но ей можно и в кафе показать, она скажет, да, крутое бельё. А здесь демонстрация на 30% населения Земли. Марит, так вы же можете закрыть свой аккаунт, и пусть смотрят на ваше бельё ваши 25 друзей, и всё. Да, конечно, можно и так. И опять же, какую задачу мы решаем. И вот этот здравый смысл, с которым человек должен выходить в соцсети, именно здравый смысл. Потому что, посмотрите, как очень много выставляют люди фотографии. Они в аэропорту, и они фотографируют билеты и ставят. Но уже многие люди знают, где эти люди живут. А на билетах написано, улетая тогда в такой... Возвращаясь тогда. Ой, для меня всё это так забавно. Или, предположим, человек, он едет по какому-то маршруту и пишет. Сегодня я в этом пункте назначения, завтра буду в этом. По сути, дело это называется. Мой дом пустой. Мы поехали всей семьёй. А живу я на улице строителей, приходите, пожалуйста, квартира открыта. Да. И вот, или много, очень часто такие ситуации. Муж дарит жене автомобиль. Она рожает ребёнка, он дарит ей автомобиль. И она ему пишет, дорогой Яша, спасибо тебе за автомобиль. Она и приводит ещё на его страницу, его имя и фамилию, да. И таким образом, что она говорит? Она говорит... У меня есть деньги. У Яши есть деньги, да. Надо ли это сказать в метро Киевская в аропату? Здравствуйте, это мой муж, у него есть деньги. Что же надо сказать, Мария? Вот что надо говорить обязательно? Надо использовать соцсети для того, чтобы достичь именно то, что ты хочешь. Если ты хочешь на сегодня просто заявить, я есть, да, я есть, у меня есть бельё. Прекрасно ты решила эту задачу. Если ты хочешь смотреть наперёд и сказать, у меня есть, предположим, у меня есть талант, я пою. Вот это и использую. Не надо делать так, как делают все. Если наступает, как я это называю, кошка диареи, когда все выкладывают кошек. Ну, хорошо, я люблю кошку, но я не могу видеть за день столько кошек. Или, например, положим, пятно от чашки с кофе. Сколько мы их видели, этих песен? Это невозможно. Это правда. Ну, окей, очень многие такие поступают, да. Например, я люблю готовить, я показываю в соцсети, как я это замечательно делаю, да. Или я люблю пить, покажу, как я пою. И как это начинает работать на тебя? Вот какой здесь механизм? Механизм накопления. Потому что если ты спел одну песню, и ты исчез, а дальше пошли твои кошки, ну, это был прекрасный как бы порыв такой, но это ничего не принесёт, да. Если ты начинаешь работать над собой, вот сколько приходят. Там я режиссёр, да, вот пошли мои микрофильмы, маленькие фильмы. Потом я стала писать музыку. Мне интересно уже следить за этим человеком. Я к нему присоединяюсь, присоединяются мои друзья. Или вот, знаете, была очень интересная история. Выяснилось, что люди с высоким интеллектом любят картофель с пиралькой. Вот казалось бы, какая связь между картофелем с пиралькой... Ну, как интересно. Да, и высоким интеллектом. Потому что однажды человек, ну, академик, он увидел эту фотографию, у него было хорошее настроение, он лайкнул, да, замечательно. Его лайк увидели его друзья и подумали, правда, симпатично. Они тоже налайкали. И это разошлось волной среди друзей. И таким образом интернет через некоторое время выдал, да, что прямая связь между картофелем с пиралькой и высоким интеллектом. Отличный, отличный вывод. Да, отличный вывод. Я вот сейчас вижу, Мария, судорожно соображает, что бы мне такое выставить в Инстаграме вечером, чтобы все подумали, что я умная, например. Пока Юля будет размышлять, дорогие друзья, мы сделаем небольшую паузу. Ну, а вы посмотрите, пожалуйста, на сайте Сити-класса, когда же у Марии Григорян будут классы, если вы еще об этом не знаете. Лучшее в стране. Мария Григорян сегодня в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ, преподаватель Сити-класса. И мы расспрашиваем Марию не только про социальные сети и имидж, но и еще и про вторую лекцию, которая будет 9 ноября. Да-да-да, 9 ноября в Сити-классе. Любовь в соцсетях от А до Я. Какие потрясающие подтемы там есть. Про любовь по-мужски и женски. Внешность и репутация в Сити. Чем опасен интернет? Ловушки из прошлого. Зона виртуального секса. Переход в реальную жизнь. В общем, давайте поговорим про любовь в интернете. Это такая тема, набившая для некоторых оскомину, потому что кто-то говорит, что можно найти, кто-то говорит, что категорически нельзя. Что скажет профессионал? Ну, я скажу, что любовь можно найти везде. И чем больше людей тебя окружает, тем больше шансов у тебя найти любовь. А больше всего людей находится в интернете. И если очень четко сформулировать свое... Ну, как бы есть две тут мысли. Первая, любовь, она может нежданно нагрянуть, да, там неожиданно нагрянуть. И вдруг кто-то тебе скажет, что очень тебя любят. А любовь можно... На дне можно и работать, ее можно искать. Как на дне работать? На дне надо работать, понимая, что ты хочешь. Если ты хочешь человека, который будет тебя финансово обеспечивать, значит, именно это ты хочешь. Это одна страничка, получается. Да, одна страничка. Ты работай над своей искусственно созданной внешностью, чтобы понравиться определенному типу, да, там, Барби себя как-то в определенном... Ну, если сменится мода, то становись маленькой толстушечкой, там, ну, следи за тенденциями, скажем так. Показывай, какой у тебя прекрасный маникюрчик. То есть понимаешь, тот хочет конкретный... А это где все надо показывать? В соцсетях или на сайте знакомств? В соцсетях, потому что все равно все в итоге выходят на твою личную страницу. Да, да, да. Ее изучают. Потому что там ты представлен многогранно. А если ты хочешь... Да, там же можно показать, конечно, что ты умеешь красиво накрывать стол, ты знаешь, где вилочка, ложечка, да. Это если девушка стремится выйти замуж. Да, но она даже... Если она хочет, чтобы ее вывезли за границу, значит, она должна показать, что она учит язык, она владеет. В общем, она должна понимать тему, свою подтему, скажем так. Это если хочется очень сильно замуж. А если хочется любви именно... А мы как бы разграничиваем, да, эти понятия все-таки? Потому что замуж — это одно, а любовь, она может быть... А совмещать вот как-то вот... Ну и дойти до ЗАГСа — это другая уже работа. То есть сначала все-таки... Это вообще уже третья. Да, третья. То есть правильно все-таки найти любовь, полюбить этого человека, и уже потом с ним... Так, давайте работать в интернете на любовь все-таки. Так вот, чтобы работать на любовь, то надо понять, что с этим человеком ты будешь его любить, и ты хочешь, чтобы он любил тебя. А полюбить-то можно ведь душу. И вот с душой очень сложно в интернете. Почему люди пропадают в интернете? Потому что они свою душу раскладывают на маленькие кусочки. Сегодня кошечка, завтра цветочек, завтра что-то. И они туда постоянно заходят, чтобы проверить, а что с душой? Как там? Лайкнули на цветочек, лайкнули там на... Ну, какую-то, я не знаю, какую-то штучку. И вот человек там застревает. Но именно в поисках любви ты должен свои души туда поместить как можно больше. Ты должен туда поместить свое восприятие мира. Доброе, хорошее, нежное. Потому что любовь, она не привяжется к какой-то злобе. Правильно же? Все-таки любовь — это и доброта всегда. Любовь — это и радость, это счастье. Надо как бы приманить. Надо приманить, поэтому надо настроиться. А если ты такая стервозная, немножечко остренькая, ты должна что, себя поменять? Нет. И сказать, нет, вот я борщ делаю, любовь приманиваю, чуть не понимаю. Ну, то есть я расскажу. То есть если ты стервозная, но ты все-таки готова готовить своему мужу, то вы тоже разведи эти двое вещи. А если хочется любви, а готовить не готова? И не надо готовить, то тогда все равно многое состояние души, которые свойственны женщине. Правильно? Она же может радостно показать, ну, сделав хорошую фотографию, а потом она купила занавески, что она открыта к любви. То есть каждая женщина покажет это по-своему. Я понимаю, что вы. Только не варенье, в день варенья. Вопрос из зала. Что мужчинам показывать тогда, если тоже хочется мужчинам любви? Ну, кстати, да, у женщин, женщин бесправедливо. Ну, конечно, есть еще и в природе мужчины, да. У мужчин масса достоинств, несмотря на это масса недостатков. Спасибо. Мужчина тоже должен не бояться показать самого себя, свое истинное лицо. И если ему нравится поэзия, он вполне может какое-то стихотворение сместить. Если он любит свой автомобиль, то вполне рассказать, ребят, я купил крутой автомобиль. Но в своем языке человек всегда должен оставаться самим собой. Не придумывать. Не придумывать. Потому что искусственность, она все равно всегда вылезает. А у нас сейчас в интернете, ой, все искусственные, мне кажется. Вот так, посмотри, у нас все идеальные, очень обеспеченные, очень много занимаются спортом. Мужчина, который ищет, например, хочет он невесту найти. Что ему как быть? Что выкладывать? Стихи. А какую невесту он хочет найти? Он тоже должен подумать об этом. Потому что абстрактной невесты не существует. Все равно, вот если мы, скажем, идем по улице, и из леса вышел человек, нам достаточно несколько секунд для того, чтобы понять, этот человек для нас опасен, не опасен, да? Бежать от него, или мы в состоянии ему физически дать отпор. И точно так же, когда мы выкладываем свои фотографии, ведь их тоже видят. Если я хочу любви, но я нашла фотографию искусственную, где я вся накрашенная, где я сижу со злобным лицом, ну и на какую любовь не рассчитывать. То есть здравый смысл, это вот то, о чем я все время говорю. Найди себя там, где ты искренне, где ты с мамой, где ты с ребенком. Здесь очень все, конечно, перекликается с психологией, да? Для начала выпиши себе пункты, которые тебе нужны в человеке, а потом уже иди с этим запросом в интернет. Да, и не надо бояться себя показать. Мы продолжим обязательно. Вот прямо через несколько минут. Наташа Королева дали. Любовь в соцсетях от Адая, дорогие друзья. Об этом знает наша гостья, сценарист, редактор, психолог, можно, наверное, так сказать, Мария Григорян. Мария, мы с вами заговорили о том, как найти вторую половинку в интернете. И здесь есть некоторые предостережения, да? Какие опасности могут нас подстерегать? Опасности, они, в принципе, могут быть просчитаны все эти. Но одна из них — это то, что интернет очень любят мошенники. Они, ну, мы, прежде всего, все, что люди о нас знают, это мы сами рассказали. Потому что вряд ли кто-то ходит там сзади, следит и кто-то выкапывает. Как понять, что это мошенник, а не любовь всей жизни? Ну, у меня была замечательная история, когда я написала о себе, да, вот открыла страницу, все, и очень скоро мне стал писать безумно красивый американский генерал. Он красивый, да не ваша мощность. Ой, мне тоже писал, может быть, нам один с вами писал. Да, я думаю, что да. Был у меня такой. Правда, потом у меня еще появился итальянский хирург, когда с генералом я плохо среагировала. То есть они подбирали мне. И я думаю, боже мой, наверное, как я необыкновенно красива, умна, американский генерал, все. Но где-то в глубине я понимала, что... Развод. Да, развод. Потому что с чего-то вдруг у меня такой генерал образовался. Я посмотрела на Википеде, да, он, у него боевые действия, все. Но все равно мне свойственна некая, конечно, критичность. Именно по отношению к себе, наверное, она меня и спасла. И постепенно я выяснила, что вот многим женщинам-то генерал оказывается... Генерал, да. И, но купиться вот это на вот эту, как бы такую приятность, такую приятность, очень хочется. И очень многие женщины, они в силу своей доброты и открытости, они начинают очень быстро сочувствовать этому генералу, понимать, что у него боевые действия, что у него плохо, или там итальянский хирург. Да, они же просят что-то выслать себе. Да, спасают детей, и вот они начинают отправлять туда деньги, страшные разочарования, и уже потом очень жалко этих женщин. Как правило, женщин очень добрых, очень доверчивых. Может быть, какие-то вопросы существуют, чтобы женщина сразу задала и понять, что вот... Ну, проще всего женщине, может быть, самой сказать, как ей финансово трудно. Если ты мужчина... Апередите его. Если ты генерал, значит, у тебя неплохое удовольствие. Ну, как-то, знаете, по-женски умная. Вообще, неплохой совет Марии даже не только для жизни в интернете, а для жизни женщины вообще. Чисто по-человечески... Вообще, у женщины, у нее очень много инструментов для того, чтобы она могла... Ну, вот тот же, скажем... Что вот интересно, я хотела отличиться, что флирт... Вот у нас там есть такая тема флирта. Да, искусство флирта в сети. Что, да, что вот... Любопытно, что флиртуют это в основном мужчины, а не женщины. Как так можно? Да, да. Для чего? Для того, чтобы... Вот он, скажем, сломал ногу, сидит дома, и вот ему скучновато. Он находит красивую женщину. Он и не собирается с ней встречаться. И жениться уж тем более. И жениться тем более. Он просто там... Или от скуки на работе, или ему приятно, что она ему отвечает. А как понять, что с тобой общается просто от скуки, Мария? От человека со сломанной ногой. Да. Только по вопросам, по общению, потому что человека всегда можно вывести на более откровенный разговор. Или надо сразу спешить, превращать виртуальное знакомство в реальное и выходить в реальную жизнь. Как быстро это стоит делать? Ну, знаете, во-первых... Это тоже, кстати, одна из тем мастер-класса, Мария. Ну, во-первых, флиртовать это полезно, потому что флирт, он делает жизнь веселее. И он совершенно ни к чему... Это тренировка. Это хорошее для женщин. Для тонуса. Для тонуса. Потому что, например, есть такие занятия практически, когда женщине говорят, вот у тебя нет мужа, а ты вообще умеешь знакомиться, ты умеешь флиртовать. И вот поди, флиртуй с охранником вот этого супермаркета. Это ребята очень конкретные. Развести его на улыбку, надо учиться. Дайте прям короткий мастер-класс. Как флиртовать в интернете? Флиртовать в интернете, это... Никогда не надо как бы прогибаться под человека, говорить, ой, какой ты красивый. Нет, надо ему сказать, там, там... Покажи, что ты... Я не знаю, что ты можешь, что ты умеешь. То есть надо оценивать не человека, а оценивать его действия. Потому что действия, прежде всего, достойны похвалы. А ни внешность, ни купил костюм. Ты не шил этот костюм. Безусловно. Вот надо понимать, что ты действия оцениваешь. Но очень многие вот так месяцами, Мария, и флиртуют, флиртуют, и флиртуют, на свидание не идут, потому что либо боятся, либо, ну, что-то неправильно делают. Ну, а свидание надо выводить человека достаточно быстро. Женщине или мужчине надо выводить на свидание? Не имеет никакого значения. Здесь нет такой гендерной разницы. Надо выводить на свидание. Но прежде чем пойти на свидание, неплохо было бы поговорить с человеком по телефону. И вот, кстати, может быть, мало кто задумается, вот зачем этот черный ящик в самолетах? Вот для того, чтобы там же записан голос пилота. А по голосу человека всегда можно понять. И, во-первых, понять его интеллект можно. Ну, мы не про пилота сейчас, да? Видите, или человек сбивается с речи, или он, голос у него становится очень высоким или очень низким. То есть по голосу уже можно проанализировать. Ты с уравновешенным. То есть он себя позиционировал, как, скажем, он спокойный и уравновешенный. Вдруг он начинает чистить, сбиваться, там встречаемся, здесь встречаемся. Уже это некий вопрос... Это важно, да. Да, это важный момент. Правильнее было бы назначить свидание самой, даже если он предлагает там в ресторане каком-то. Ну, хочется, конечно. Но ты придешь, ты уже как бы пришла на его территорию. Лучше позвать на свою территорию. А если с подружкой, например? Ух ты какой! Ну, а чего? С подружкой ему, например. Вдвоем две девочки придут. Ну, одной, например. Неплохо прийти вдвоем с девочкой, совсем неплохо. Вот видишь. А если он в девочку влюбится, а не в тебя? Значит, судьба. Значит, судьба. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Запомните нашу гостю, Мария Григорян, преподаватель сити-класса. И сегодня мы говорим о том, как найти любовь, как найти мужа, как создать идеальный имидж в интернете. Действительно, очень-очень-очень полезный совет нам дает Мария. И хотелось бы еще поговорить о том, как правильно заканчивать несложившиеся отношения с виртуальным женихом. Потому что, да, девушки пробуют, ходят на свидания, но, естественно, не каждый подходит. И мужчины тоже пробуют. Да, да. Извините, Роман, и мужчины тоже пробуют, конечно. Не будем забывать. Мне кажется, что все надо делать интеллигентно, спокойно и не вызывая агрессии, не оскорбляя другого человека. Но, опять же, если вы приходите на свидание, да, вы издалека посмотрели, вы побыли с этим человеком, вы понимаете, он вам не подходит. То не стоит этого человека, если он не подходит вам, это не значит, что он плохой. Поэтому никогда не надо бросать в лицо, что ты мне не нравишься, ты такой, сякой, кривой. Во-первых, это оскорбляет человека, а во-вторых, это опасно, потому что вы выходите на улицу, да, этот человек может и вслед за вами пойти, и злоба, она непрогнозируема, она может быть любой. И никто не имеет права злить другого человека, по большому счету. Да и кто дал право такое? Да и никто не такое право не давал, да, поэтому все надо делать мягко, интеллигентно. У нас с вами разное мировоззрение. Ну, лучше не так, мы лучше говорим. Вы знаете, мне было очень приятно с вами встретиться, было очень интересно, мы обязательно с вами, я обязательно вам напишу. А, и блокируешь его быстренько везде. Блокируют в основном мужчины, женщины пытаются что-то объяснить, это... Ничего себе! Да, с одной стороны это плохо, с другой стороны это хорошо, потому что женщина, написав, почему ты не хочешь общаться, ты заявляешь свою позицию. А иметь свою позицию очень важно, но без оскорблений всегда. Вот оно как, иметь свою позицию, но не оскорблять. Друзья, в образовательном центре Сити-класс Мария Григорян будет 17 октября, это имидж и репутация в соцсетях. Да, и любовь в соцсетях от Адая. Адая у нас 9 ноября. Я в Сити-классе. Значит, можно приходить, занятие... Сколько длительность? Два с половиной часа. И за это время вы узнаете гораздо больше, чем мы сегодня здесь успели обсудить. И многие вещи мы хотели бы еще обсудить, но у нас нет времени, а у вас в Сити-классе на классе Марии Григорян эти вещи будут. Ну что я очень четко поняла, нужно заранее представить себе, чего тебе нужно от интернета, кого ты хочешь, как ты хочешь, сколько и с кем и так далее. И только потом уже начинать... И важно быть настоящим человеком. Да, не фейком. Не дурилкой картонной. Спасибо вам огромное, Мария, что пришли к нам. Спасибо. До новых встреч. Пока. Лучшее в стране.